Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С чего начать общение с дорогим человеком после паузы? Да, собственно, ответ на этот вопрос, он довольно простой. Общение начать нужно с того, что вы хотите по отношению к этому человеку. Вот чего вам хочется по отношению к этому человеку, вот с этого и нужно начинать общение. Если у вас с этим проблемы, а у вас с этим, к сожалению, проблемы, то тут и стоит разбираться. Ваша, скажем так, ваша затрудненность с тем, чтобы начать контакт с человеком, да? На мой взгляд, на мой взгляд, связанная, вот знаете, с чем? С тем, что у вас есть противоречия относительно того, чего бы вы хотели для этого человека. И чего вы хотите сами для себя об этого человека. Потому что абсолютно невооруженным взглядом видно, что у вас в тексте имеются довольно серьезные противоречия. Вы говорите в начале, что дружили с молодым человеком примерно полгода и делали совместный творческий проект. То есть у вас, а дружба. Вот. Он не стал развивать наши отношения, пишите вы, потому что воспринимал вас как подругу. Ну, в принципе, нормальная, я бы сказал, абсолютно ситуация. Вот. Абсолютно нормальная, на мой взгляд, ситуация. Но вы говорите, что как когда я узнала, что параллельно, встречаясь с девочкой, рассердилась. И меня общались пять месяцев. Ну вот, простите. А на что вы рассердились? Если вы дружили, если молодой человек сказал вам, что воспринимает вас как подругу, то он имеет право вам не говорить о том, с кем он проводит свое время и с кем он встречается. Не кажется ли вам странным, что друг требует отчитываться и считает обманом, если другой друг проводит время не в дружеских отношениях с, скажем так, ну, другим человеком, да? Вот. Не кажется ли вам это несколько странным? Дальше. Вы пишите, недавно восстановили общение из-за совместной творческой работы. Да? А уверены ли вы, что дело в этой самой творческой работе только? То есть, уверены ли вы, что вы искренне восстановили общение с этим человеком? Это первое. И второе. Ну, вот, как вы говорите, да, что мы восстановили. Здесь не совсем понятно, кто что для этого делал. То есть, что сделали вы для того, чтобы восстановить отношения с ним? Ну, я имею ввиду вот с молодым человеком. Что делали вы? Что делал он для того, чтобы восстановить ваши отношения? Вот. И делал ли он вообще спорта для этого? Да? Вот. То есть, тут вот несколько, конечно, непонятно. Тут несколько, конечно, не ясно этой истории. Дальше, вы пишите, значит, поругались с ним снова, опять же, кто с кем поругался. Так как я воспринимаю его поступок как предательство. Ну, вот, опять же, хотелось бы у вас спросить, а в чем предательство? Если, если, исходя из ваших слов, вы были друзьями, Мужчина сказал, что воспринимает вас как друга и отношений с вами не хочет. Но при этом, как бы, встречался, встречался, да, значит, с другой девушкой, я так понял, да? Ну, чем здесь предательство? На мой взгляд, предательство для вас это может быть потому, что вы не приняли выбор человека быть не с вами. Понимаете? Какая штука. И вот этот момент весьма интересный. Если вы не принимаете выбор человека не быть с вами, то у него возникает вопрос, а уважаете ли вы его тогда вообще? Ну, я имею ввиду, как личность, да? Относитесь ли вы к нему, скажем так, ценностно? Давайте вот так это скажем. Это свой вопрос. Потому что, ну, вообще говоря, вообще говоря, непринятие. Выбора человека очень такая, довольно-довольно серьезная история. Весна, я бы сказал. Серьезно. Дальше. Не знаю, так, я вас сейчас снова хочу наладить коммуникацию, но не знаю как, была очень сильная ссора, мы обидели друг друга. Я на эмоциях написал молодому человеку много плохого, так, где написал его другу все, что я думаю о данной ситуации, нажаловалось, показав его не в лучшем свете перед другом. Ну, здесь у вас, во-первых, эмоции довольно-довольно сильные, нужно понять их и, в общем и целом, помочь вам их, вероятно всего, прожить, да? Потому что они вас беспокоят, они вас тревожат, и они, скорее всего, будут проявляться и дальше, если вы с ними ничего не сделаете, не проживете, не увидите в этом, ну, свою собственную проблематику и так далее. Вот. С другой стороны, если вы считаете, что поступили не очень хорошо в этой ситуации, вот, то, ну, на мой взгляд, начать общение можно того, что извиниться, вот, извиниться перед молодым человеком и, в общем-то, начать с извиниться, из того, что вы этого не хотели и хотели бы немножечко другого, хотели бы, ну, вот, донести до него, скажем так, какие-то другие мысли, вот, хотели бы до него донести что-то другое. В целом, ну, вот, получилось то, что получилось. А дальше, теперь не знаю, с чего начать общение, ну, с извинениями, как я вот сказал, вот, я знаю, что должна буду вести себя сдержанной, чтобы снова не спровоцировать ссору. Это значит, что ссору спровоцировать вам хочется, значит, вы ее спровоцируете, если не поработаете со своими чувствами. Как лучше, ну, лучше начать общение с чего? Ну, вот, как я вот сказал, с извинениями за свои поступки. А если человек расположен к вам, он пойдет на контакт, если нет, ну, значит, нет. Вот, как лучше себя вести, чтобы помириться и снова общаться? Не совсем понятно, зачем. То есть, вы простили его, вы перестали считать предатурством. Мне интересен и дорог этот человек. А в чем это заключается? А пока я вижу только, что вы требуете что-то от него и предъявляете ему. Ага, дальше. Так, также я требовал извиниться предо мной, чтобы было сделано лишь формально. Он сказал, что не чувствует вины, извинился в переписке, что меня сильно задело, и это прошло. А почему вас это задело? Чем? Как? О его встрече к другой девушке узнала о третьих лиц, мне ничего не рассказывала на этот счет, что я восприняла как обман. И вы считаете, это окей, адекватно? Вот. То есть, смотрите, ну, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что вам сначала нужно к этой ситуации, вот, в целом, свое отношение изменить, да? Вот. Тогда у вас, ну, появится какой-то шанс для того, чтобы общаться, общаться с человеком. Ну, и неплохо было бы, конечно, увидеть, а, собственно, чем именно вам дорог мужчина. Вот. Это, ну, вот, буквально в чем проявляется его ценность для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Всего самого доброго. свое добрый! Ну, можно вообще этому. Н amiga.